Приветствую всех поклонников танковых сражений с FieMpleFight. В прошлом видео я рассказывал вам про японскую артиллерию, специфичный класс техники, который не пользуется особой популярностью среди игроков. Сегодня я вам покажу ещё более редкую машину в рандоме. Это ракета на Як-Панцер 2. 4 года назад, ещё на релизе патч 1.59, почётные места в топе среди ракетных танков делили и Т1, и Шеридан. Сюда ещё пытался влететь СРВ-81, но его использовал в основном как средний танк, а вот немецкая Птурововская как-то не прижилась. Став изгоем, ракета на Як-Панцер считался техникой для скилловиков. Со временем ей начали снижать боевой рейтинг, и в итоге Байер остановился на 7.7. Таким образом, мы можем воевать против танков Второй мировой, попадая на 6.7. Но не спешите радоваться. Наша эффективность зависит по большей части не от вражеской техники, а от того, на какую карту мы попадём. В реалистичных боях мне часто попадали небольшие городские карты, где немецкая Птурововская никак себе не могла реализовать. Этому способствовал ряд ограничений. Начнём, к примеру, с вооружения. На ракетном Як-Панцере установлены две пусковые установки, с управляемыми противотанковыми ракетами СС-11. Первое, что хочется отметить, так это то, что пусковая установка не может развернуться больше, чем на 90 градусов. То есть, если противник будет где-то справа или слева от нас, то нам придётся разворачиваться на него корпусом, а в условиях городского боя сделать это быстро не получится. Второй же неприятный момент — это скорость полёта ракеты. 150 метров в секунду. Если противник заметил пуск, то пока долетит до него ракета, он успеет обернуться, уехать или даже сбить нашу ракету из пулеметов. Да, конечно, если при условии, чтобы хорошо спрятались, то на большом расстоянии это возможность подкорректировать курс ракеты. Но, как я уже говорил, в РБ карты небольшие, и на Курск нас кидает нечасто. Третий недостаток весьма спорный. Он относится к управлению. Так как у нас ПТУР первого поколения, то управлять мы будем с помощью клавиатуры. А для многих такая система неудобна, и не все игроки умеют точно с неё стрелять. Однако тут есть весомое преимущество. После изменений ПТУРа второго поколения, теперь мы должны удерживать цель перекрестия прицела, а не в кругляшке, как это было раньше. Поэтому, стоя за укрытием, теми на возвышенности, на другом якпанцире с хотами мы просто не можем навести ракету на противника. В то время как СС-11 спокойно может поразить цель, ибо ракета управляется с клавиатурой, и нам не требуется её вести прицелом. Говоря про характеристики самой ракеты, то, несмотря на низкую скорость полёта, СС-11 имеет отличную бронепробиваемость, и также среднюю дистанцию поражения. Трёх километров может не хватить для вражеского вертолёта. Что касаемо урона, то тут всё в пределах нормы. Зачастую это ваншоты, но бывают случаются так называемые попадания, когда вражеский танк держит удар в бортовую или кормовую часть корпуса. Благо, всегда есть возможность пустить вторую ракету, а перезарядка в 10 секунд позволяет быстро зарядить ещё дополнительную. Правда, скорость перезарядки зависит от навыка заряжающего, и если нам выбивает половину экипажа, то скорость перезарядки существенно увеличивается. Что действительно радует, так это большой боекомплект. 14 ракет — это хороший аргумент в бою, учитывая мой горький опыт на Тай-50, где их было всего 6, это прям как небо и земля. Вот только за большой боекомплект немецкая ПТРОСК расплачивается отсутствием бронирования, что, с другой стороны, компенсируется отличной динамикой. Максимальная скорость составляет 70 км в час, причём что вперёд, что назад. Это даёт возможность работать с неожиданных позиций. Мы можем спокойно проехать половину карты, занять какой-нибудь холм и расстреливать подходящие танки противника. Последнее, о чём хочется упомянуть, так и это о домовых гранатомётах. У меня, к сожалению, была стоковая техника, поэтому я их ни разу не использовал, но по опыту скажу, они будут не лишними. Теперь, что касаемо нашей эффективности в СБ. В этом режиме техника играется совершенно по-другому. Из-за разницы в сетапах, появление параллакса при стрельбе и также большие открытые карты дают хорошую возможность результативно отыграть на ПТРОСКе. Если в РБ мне редко удалось уничтожить 3 танка, то в СБ практически в каждом бою у меня было по 4 фрага. Причём в этом режиме многие танки отыгрывают лучше. К примеру, возьмём многострадального Мауса, который уже вывели из игры, не сумев его забалансить в других режимах. В СБ он чувствует себя отлично. Против него встречается мало танков с кумулятивными снарядами, и тут нет никаких ломов, туров и вертолётов. Так что Маус в симуляторных боях находится в балансе. Другой вопрос — это тест очков возрождения, который портит весь геймплей в СБ. Массовое появление анскиллинг-зениток — это наглядное тому подтверждение. И я не говорю, что вот, увеличивас количество зениток, я не могу летать, помогите. Нет. Играя на танках, такие игроки сливают попросту бой. Потому что каждый раз, когда союзник теряет технику, от его команды отнимается 100 очков, что в итоге приводит к поражению. И теперь представьте, в вашей команде толпа бесполезных зениток, которые лезут на пролом и сливают вам бой. Не знаю, как вам, но такая вариативность с очками возрождения стала для меня таксичной. Зачем все эти эксперименты с АВ? Первый тест наглядно показал, что в СБ эта система не нужна. Но что мы видим? Проходит два года, и под новым видом чего-то нового нам преподносят те же очки возрождения. Вся эта попытка, якобы увеличить популярность СБ, обычно приводит к тому, что режим превращается в одну большую серую массу. Он не выделяется среди остальных режимов. Почему никто не хочет понять одну простую истину? Симуляторы никогда не были и не будут популярными. У них есть своя аудитория. Да, она небольшая. Но это вовсе не означает, что все нужно портить и упрощать. Вот почему, к примеру, тест системы визуального обнаружения пуска ракет в РБ проводился отдельно, как событие, а тест очков возрождения занял сразу два суток СБ? Не этим ли вы хотите сказать, что вы уже самостоятельно приняли решение, и все эти отзывы, оставленные на форуме, даже не просматривались? Я порой жалею, что в Артандр вообще есть такой режим. Если бы его не было, то и не было бы стольких проблем. Тогда бы игра и позиционировалась как симулятор. Не нужно было переделать камеры под каждый танк, перерисовать копиты, все бы играли от третьего лица. Ммм, гармония. На этом все. Благодарю вас за просмотр, желаю вам легких фрагов и чистого неба над головой.